добрый день дорогие друзья здравствуйте сегодня решила поднять такую тему эта тема доверия я вот так вот просмотрела оглядываясь назад и я вот так проанализировала и понимая что все люди которым я доверяла в жизни так или иначе меня подвели так получилось что утратила я доверие к этим людям я стала думать вообще вот таком направлении что как же так получается вообще какая это система что это за система вот это доверие которое еще знаете говорится я оказываю тебе доверие и я подумала что тут все не так и просто а очень даже интересно получается у меня сложилось такое ощущение вот просто наблюдая за собой кстати поделитесь у вас так это или нет что оказывая доверие человеку вот выбирая его как бы да тем человеком которому я доверяю получается так что я от него вроде бы как жду чего-то что я такую на него навешиваю такую как бы роль да такую вот на него картинку навешиваю что вот я тебе доверяю и теперь ты должен этому соответствовать да чтобы не лишиться моего доверия потому что я вот как бы ты кажешься мне как раз достойным того чтобы соответствовать той той картинке которую я вот для тебя приготовил вот так вот я подумала про доверие может быть вы не согласитесь и что-то такое но вы скажете какую-то другую форму другую сферу где мы применяем как бы доверие да вот это понятие но я вот сейчас вот об этом доверие говорю которые как бы не осознанно но такая такая получается как бы такая манипуляция другим человеком что я доверяю и теперь смотри не подводи меня и я подумала порассуждать на эту тему с точки зрения науки каббала что же говорит наука каббала о доверии как мы должны доверять людям или нет да с одной стороны вроде бы как мы рассуждаем так что наука каббала говорит что мы все части одной души получается что доверие между нами всеми должно быть полное во всем мире но видим что так не происходит и если даже доверие это оказано часто тебя подводит как же быть с вот этим постулатом а наука каббала говорит очень просто что доверие она переворачивает таким образом как доверие не к человеку какому-то а к высшему управлению к управлению природы которая крутит нами каждым через желание получать наслаждение ради себя то есть помощью науки каббала мы выстраиваем такую систему доверительных отношений не между нами напрямую а между нами через как бы третью точку через осознание вот этого управления нами даже то каждый не в силах предсказать какое желание какое устремление овладеет им буквально через секунду на что он увидит в интернете что его привлечет завлечет и уже не будет иметь значение все мои предыдущие договоренности потому что я уже как бы изменился я другой во мне теперь властвует другое желание и как же я теперь могу сказать человеку с которым у какие-то вот такие обязательства сложились доверительные отношения как я могу сказать что нет извини я другой теперь я не могу как-то соответствовать той картинке которую ты хочешь видеть вам получается что каждый не управляет собой потому что пока еще мы не научились использовать вот эти две силы до силу моего эгоистического желания наполнится любой ценой и силу нашего как бы то что мы противоспоставляем этому силу отдачи то чему учит наука каббала вот полное доверие между людьми она будет возможно именно тогда когда мы все будем иметь вазу возможность как бы пользоваться вот этими двумя силами и получением и отдачи то есть вот тем что будет контролировать наше получение то есть я буду контролировать какие желания пригодны для того чтобы выстраивать с людьми вот эти доверительные отношения а какие не годятся да может быть пока не годятся или не пригодятся никогда и вот таким образом при помощи методики науки каббала вот это доверие она переворачивается с того что я человеку пока вот на этом этапе доверяю его изменения то есть я перестаю с него требовать вот того что он мне якобы пообещал да являя собой какую-то такую идеальную картинку или которую я хочу видеть идеальную на доверие к тому как им сейчас управляет высшее управление а я только лишь могу оправдать и как-то принять вот это состояние которое изменилось человеке и вот сейчас якобы он ведет себя по отношению ко мне таким образом что я перестаю ему доверять вот такая сегодня тема пишите что об этом думаете давайте поговорим и обсудим с разных сторон какие виды доверия бывают а кому мы доверяем кому мы не доверяем и можно ли нам доверять друг другу учитывая то что всеми нами управляет вот это наше желание получать ради себя пока что только это однобокая природа как сломанная машина знаете которая все время как бы ты руль не крутил она поворачивается время в левую сторону я вам желаю хорошей недели делитесь мыслями и обсудим что у нас с этим понятием доверие хорошей недели пока